Всем привет, привет, привет! С вами ваш великолепный сынулька-красотулька, то есть я. По традиции я буду читать ваши комментарии, комментарии на канале Подвал Улича, Яндекс.Нплатформа. У себя в водке скребется, скребется, нюшка, вот она и вышла. Ролик выпущен три часа назад, называется Отец поливает сад, замечательный деревенский обед, утренний обзор огорода, Уход за кошками, Подвал Улича, прополка сорняков, деревенский день, набрал 186 комментариев. Так, начну с самых первых комментариев, три часа назад. Марина Пенитович Негряева пишет, Игорь молодец, ты что собаки и кошки своих кормишь хорошо. У тебя толстая собака, ты не жалеешь даже её холодцом покормить как следует в жизни. Да, она плотная, она не сильно, она такая сама по себе, плотненькая. Сейчас жара, жарко, а меньше. Кушает, кушает, меньше жара. В основном ближе к вечеру. Так, спасибо за комментарий. Ирина пишет, 27,59, вот так выглядит похудевший до 85 килограмм Васильевич. Да, так и выглядит, а почему не выглядит? Отлично выглядит. Велопуть пишет, хорошо, что Васильевича подышать вывели. А у нас по Волжи тоже пекло за плюс 30. Не облачко и обычный для наших краёв раскалённый ветер. Из дома выходить не хочется, благо выходной. В целом ролик 40 минут, гляну в быстром темпе, и да, нормально всё. Обычные дела, обычные хлопоты, и горох удивляешь. Конечно, обычные дела, обычные хлопоты. А, обычная жизнь, это же повседневка. Ребят, шею. Эх, ладно. Ольга Виноградова пишет, Васильевич обиделся и ушёл обратно в больницу. Нет, он не ушёл в больницу. Прозорова Лариса пишет, на вид красивые бутерброды, думаю, на вкус хорошие, приятного вам аппетита. Прозорова Лариса, спасибо за комментарии. Они отличные, они не пересушенные, знаете, когда кунжут обжарился, я думал, кунжут будет немного жестковат, то есть, немного задубеет. А он такой нормальный вкусный кунжут получился, то есть, так скажу, в зубах не застревал, и на вкус отлично. Туда можно между ними сыр добавить, ну, что-то такое. Так, хорошее блюдо. Так, Лариса Ванина пишет, а я думал, отец вышел полить вишню стоя, он сидит. Какое же здесь движение? Так, свежий воздух. Он же всё равно двигается. А стульчик переставляет руками. Какое-никакое это всё-таки движение. Так, и когда пользуешься мясорубкой, убираешь звук, все блогеры убирают звук. Да не все блогеры убирают звук. Кто-то вообще, вон, кнопка вкл, кнопка выкл и не заморачивается. Я всегда, где громко жужжит, стараюсь это всё убирать. Принижать это всё. Лариса Ванина, я стараюсь, да, это всё делать. Ну, не все блогеры. Спасибо за комментарии. Лена Панова пишет, Махнатыш, мель, на душистых мель, сапля белая, островский, бесприданница. Видимо, в таких красивых местах на своих датчиках наши известные классики создавали свои шедевры. Красиво у вас. Лена, спасибо за комментарии. Да, у нас славится Шушенское. Село Шушенское от меня. Сколько? Нет, не 80. 70 километров. 78 километров, да. В Шушенском многие были писатели, приезжали в Сибирь. Я имею в виду писатели из времён СССР. Что говорить? У нас в ссылке был Владимир Ильич Ульянов, Ленин. В Шушенском было так. Марина Пешниграева пишет, Игорь, ты главный мужчина в доме. Когда твои родители построили, родители старенькие, тебя вырастили, воспитали. А сейчас бабушка ругаться будет, что папу неправильно кормишь. Твоя маленькая тебя кормит сейчас, ты ему не отказывай. Спасибо за комментарий, Марина Пешниграева. Ну, блин, по идее, отцу надо всё равно меньше пить жидкости, меньше кушать. Да я не знаю, что заказывать. Пусть оно как идёт, так всё и идёт своим чередом. Как-то всё идёт. Так, проскочил. Ой, шея. Хрустится. Так, Бумеранг пишет, Васильич раздулся, кошмар. Ничего не раздувался, он построил. Бумеранг пишет, а замечательный обед, это бутики. Хорошие бутики. Ирина Терехова пишет, двор, отчего дома, зелень, природа, лето. Как приятно в тени деревьев вечерком попить чаёк с вкусняшками. Мило пообщаться, а даже избринчать на гитаре и ностальгии. Игры бесценные, кадры молодец. Уважаемому Владимиру Васильевичу почтение и пожелание доброго здоровья. Тосты получились оригинальные, своего рода кулинарный лайфхак. Особенно жарко в кунжуте, пальчики оближешь. Ирина Терехова, спасибо за комментарий. Конечно, по идее, если взять, интересно вечерком посидеть, попить чай. Ну, так вот чисто посидеть, подымить, как я люблю говорить. Выйти, подышать свежим воздухом, но есть один минус. Он большой минус, довольно. Это комары, они приглядят, начнут кусать и никакого кайфа не будет. Жанна пишет. Вот идиллия вдвоем, мама с сынкой за столом. Батяню сроду не видать, все отдыхает он опять. В больничке был, или там за дверью. Все это время жил как тень и продолжает так же жить. Нет, нет уж извольте, Жанна. Отец был в больничке. Так, 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 Людмила Морозова. Людмила Морозова пишет. Усадил отца, дал ему воркишон и поливает по этим кустам, как в первый раз. Блин, ну не смешите вы людей, труженик. Ну, отец захотел пополивать и вышел. Там, как у меня шланг, год назад нормальный был. Вот эти хомуты делают, нехорошие хомуты, железные, ржавые, вот эти, ну, ржавеют, которые от воды. И я так, когда систему-то назад подключил летний водопровод, ну, шланг там открылся, перекрыл. Знаете что, я изначально видел, что он у меня там пробегать начал. То есть, вот эта вроде ручка, она очень удобная ручка, это я в свое время смастерил. Она удобно открывается, контролируется подача. Как сказать. И вот она начала пробегать. А я ее в бочку опускал. Воду же в бочку набираешь. Я же и так сруб не поливаю. Редко когда, где что. А тут взял, да подтянул, сделал. Лед Мил Морозу, так это все понятно. Так, Ирина Терехова пишет. У дома на скамейке полив кусты и злейки. Наш Игорь кормил домашних кошек. Счастливые зверушки устроили пирожку. В хозяйской подворье для них всегда раздоли. Спасибо за комментарии. Ирина Терехова. Елена Москаленко пишет. Можно градки сделать, где солнышко. А они у вас и нет дома. Да нет там. По идее, если так разобраться, смотрите, Лена Москаленко. Там градки расположены удачно. Смотрите. Всегда летом солнце встает по определенной траектории с одного места. И смотрите, почему градки расположены удачно. Они, то есть когда днем сильный солнцепек, они не сгорают. То есть ни овощи не сгорают, ни пожелтеют, ничего. А света достаточно. Это судить, что в прошлом году там освещения достаточно. И тот год тоже. Там хватает цвета. Я тоже сперва думал, что в тени там ничего не будет. Ага, вся же. Так. Так, она пока пишет, сидя поливает отец, а туда отец ползком, что ли. Так. Жанна пишет, для котят и больших котов на хохолок. Красотуля, это у тебя хохолок на твоей... Так. На хохолок, подождите. Хохолок у птицы, это что я сказал? А, на этот. Как его? Блин, из головы вылетел. Ладно. Так, Ольга, любимая, пишет, добрый день всем. Правильно, Васильевич? На улицу все же надо выходить, движение это жесть, да и воздухом подышать. Ольга 59 лет, растоп на дону. Да, выходить надо, а кто он выходит? Ольга, любимого только дымит. Ольга Форрест пишет, Васильевич на стульчике, зато на воздухе потихоньку начнет ходить, бегать. Игроты почаще привлекаются, будет шевелиться, будет здоровье лучше, молодцы мужчины. Но он сам не заявил желание. Ольга Форрест, спасибо за комментарий. Что-то мне в такой позе в последнее время неудобно сидеть. То плечи отекают, то все отекает, то шея, это не нервный тик, все так отекает. Ой, старость не в радость, как говорится. Может за день. Ай, да я знаю, почему в последнее время отекает. Последнее время, вот эти несколько дней, сколько я начал косить эту траву. Там же, когда косишь, сгинаешься. Вот здесь у тебя это висит, она довольно тяжелая. И косишь подолгу. Да, 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 понял, от чего. Из-за этого дискомфорт к вечеру ближе. От триммера. Так вот. Марина Бижина пишет, а что Васильевича не угостили бутербродами? Да, он ел. Он ел. А то, что воздух свежим дышит, это хорошо. Не все в комнате душное сидит. Пусть в таком комнате редко сидит, только спит, да, в ноутбуке. Также Марина Бижина пишет, Игорь, мы к тебе в гости как-то и не стремимся. Нам у тебя дома хорошо. Это радует. Да что такое? Все, надо размяться маленько. Ох, хорошо. Так. Евгений Бижина пишет, на солнце иди не поставь тарелку и ешь. В день нельзя поставить, жара на улице быстро прокреснет. Поэтому надо сразу все съедать, Евгений Бижина. Ольга Зацепина пишет, опять Галина Павловна качает головой над своим шедевром. За то, как сынуля готовит кучу претензий и ни одного умника. Мама, вам не нравится произведение вашего сынуля? В принципе, вы готовите одинаково. Не думая, что сидят и пишут ваши рецепты. А вы думаете, у других блогеров, что ли, рецепты записывают? Вот никто ни один не записал. Так, но красоту ли надо поддержать? Сын все-таки. Если люди выбирают рецепт, они не так смотрят, кто что как готовит, а по спискам еще что как добавлять. Да каждый готовит по-разному вообще. Как хочет, так и готовит. Правильно? Евгений Бижина пишет, правильно, Васильич? Так это дыхать? Думаю, все время сидеть. Микоха Коляныч пишет, построил несколько раз, все мозги уже заплыли. Васильич расшифрует свое слово. П-Х-В. П-В-Х. Женщины знают П-В-Х. Микоха Коляныч, не в духе. Перчинка пишет, представить, невозможно, чтобы в деревне так обедали. Придуриваетесь, а не обед. Я могу еще понять, какой на завтрак. Но вы завтракаете и супом, и холодцом. Ни разу не видел у вас омлет или кашу правильно приготовленную, пишет Перчинка. Мы готовим правильные каши и омлетики. Нюшка, Нюшка. Жанна пишет, чтобы просмотры вновь поднять, батю потащил сынок в свой любимый огород. Кое-как он сам дошел до кустов и сел, пришел. На табуретку он присел и отдышался, и все успел. И шланг он хорошо держал, и супер классно поливал. И ни одного комара. Понятно, Жанна, а такие стихи супер хейтерские. Правда, я все их попоменял. Ага, красивый, пишет. Отец Борин поливает, чтобы лучше рослое сидеть на табуретке. Так я же там скосил. Я же не могу этими гектарами косить траву. Правильно, я же не волшебник, да? Лилия М пишет. Вообще-то у нас 24-й год, а не 25-й. С утра весь эпох принял вчера и забыл, в каком году живет. А я разве и говорил, что 25-й год? Разве? Я же не говорил, что 25-й год. Лилия М пишет. Боже мой, мама футболку сменила, наверное. Чего? Короче, у меня опять копытка падает. Мила Радова пишет. Игр потерялся во времени и в пространстве. Поналепила роликов через пень-колоду. Только два лучше человека умиляются. Кстати, Нюшка вот пришла. Нюшка, Нюшка, Нюшка. А что Нюшка? Нюшка, Нюшка. Иди в ноги. В ноги пришла, она игралась. Наскреблась. Ой, 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 ой. Ирина Сирогина пишет. Игорь, почеши Дину, она линяет. Видно, что висит пух клачами. Жалко же ее. Только она облиняет. Ирина Терехова. Спасибо за комментарии, Ирина Сирогина. Комментарии, спасибо. Ирина Терехова пишет. Игорь, не обращая внимания на хейтеров женского пола. У некоторых до возраста реликвии гормоны бушуют. Понятно. Ирина Терехова, спасибо за комментарии. Бабуля Красотуля пишет. Что-то ты располнил не на шутку. Не знаю про кого вы. Ирина Берлина пишет. А почему не выложить дорожку от дома калитки. Удобнее ходить особенно в дождь или после дождя. Да я думал об этом. Ирина Берлина там надо бетоном заливать. Чтобы не было никаких прощелин. Чтобы трава не выходила. Но это надо конкретно обустраивать. То есть это надо думать где что куда пойдет. Прежде чем обустроить надо завести землю. Вот это все. То есть это сделать как я вам. Где вот эти грядки будут. Это что там. Расположить. Там же тоже думать надо. У меня жарко душно. Вентилятор выключен. У меня же этот еще компьютерный блок. Как обогреватель. Ну от него тепло идет. Если бы не кошачья комната. А кошка. У меня бы здесь это было открыто. А я жертвую для кошек. Кошачий вход. Но этот. Тяжело не справляется. Помните я делал земляной кондиционер. Он кстати холодом дует. Внизу он дует холодом. Мне как раз под кроватью. Холод вытягивает. Все равно не хватает. Этот системный блок. Он тепла много выделяет. Так Ольга Абрамова пишет. Что то не похоже. Что Василий еще жалбодийца. Он еще полнее стал. Бабуля Красатуля пишет. Конечно такой живот. Ноги не выдерживают. Что обстоять. Василий же бедный. Тебя собственный жир. Все забито жиром. Наталья Океанченкова пишет. Галина. Почитай себестоимость своих изысков. Не себестоимость. А она стоимость. Можно в ресторане заказать еду. И не тратить деньги на такси. А кайф. Удовольствие. Свои продукты. Наталья Океанченкова. А кайф. Как же кайф. Сергей Охотников пишет. Ужас. Подержал кошку. Потом за продукты. Фу-фу-фу. Ничего страшного. Сергей Охотников. Что такое? Я же люблю свое домашнее животное. И никакую заразу от нее не поймаю. Правильно? Людмила Максимовна пишет. Почему яма возле собаки все увеличивается? Она копает. Она копает. 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 Можно что-то сделать. Ничего нельзя сделать. Она копает. Собаки на то и собаки. Потому что они копают. Хочешь, чтобы она лапы переломала. Она не переломает. Она копает. И ложится там. Лишит. Где будку? Перестань. Чтобы цепь не доставала. Или зацепь. Не ленись. Ради своей диночки. Не рискуешь здоровья. Она копает. Я каждый год сколько закапываю. Замутился закапывать. Она хоть сейчас под будку не копает. Вот это хорошо. А под досточкой лежит. Хотя и там в будке нормально. У нее сейчас такой жары нет. У нее наоборот в будке сейчас хорошо. Ну, с собакой она. Надо и копать. Копать носом искать. А еще она прячет вкусняшки. Алиса Петрова пишет. Итак, диксы не туда, не сюда. Полный рот набит. Сами-то понимаете, что говорите. Конечно, понимаем. Татьяна Николаева пишет. Не знаю почему, но смотря этот канал вспоминаются стихи Маяковского. Есть тети как тетя. Не вспомнил я эти стихи Маяковского. Стихов много, а я один. Стихов на свете много, но я один. Я памятник себе, воскрик нерукотворный. Пройдут года, пройдут века. И сынку будешь помнить. Ваши мнуки будут помнить. И вы, и ваша кошка. Навсегда. Так, ладно, не будем умничать. Стихов все знаете. Маяковский. Я не знаю. Сейчас посмотришь, вспомнишь стихи, которые 2-3 века, 100 лет, 50 лет. Не знаю, у меня такое ощущение складывается, что каждый школьник лучше напишет. Ну, не школьник, конечно. А Пушкин вообще гадости писал такие. Ой, посмотрите, ладно, школьную программу. Я когда почитал настоящие стихи, у меня ушки вот так вот свернулись. Ну, ладно. С вами был Санулька Красотулька. Тем вкусняшек, вкусняшек жарко. Включу вентилятор, не могу. Жарко. Просто жара. Всем пока. Пока вкусняшек, вкусняшек и отличного настроения. Все. Устал. Устал. Инюшка, она легла. Устал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.